Уроженка села Юкачи, Пелагея Чебышева, несмотря на преклонный возраст, приехала в родное село на престольный праздник. Она все еще помнит, как в детстве весело отмечали этот важный для христиан день. В нашей деревне живет веселый и гостеприимный народ. Глава сельского поселения Валерий Ширыков всегда старается проводить как религиозные, так и мирские праздники. Спасибо ему за это. На площадке напротив храма собрались юкачинцы и жители близлежащих деревень отмечать праздник Казанской иконы Божьей Матери. В этом году в формате Сабантоя он проводится впервые. По памяти старожилов, раньше ежегодно этот день проводился именно так, с играми, песнями и шутками. Но в советское время эта традиция была утеряна. Праздник вел заслуженный артист Республики Татарстан Олег Фазалдянов. С юмором, песнями он не только пел веселой музыкальной композиции, но и проводил интересные игры среди зрителей. Я вот люблю вот эти традиции. Вот Валерий Васильевич, спасибо большое, потому что он вот начинает возрождать, который уже потихоньку забывается, вот эти такие народные праздники. Это вот я считаю, это лично такой народный праздник. Вот таких уже, слава богу, в последнее время сейчас проводят и в деревнях. Слава богу, эволюги заман, бейлендеры, бизну, унытмавлары даби гейбет. Без гаул, бик кирек, бик кирек, баулары згай ретупкалырак кирек, шушу эйбрдерны. Минин дэ, нишамэн, нишэйллар жюри, дэ булам, хар вакаттада жюри, га шакралар. Анда, шоу пролог вакаттаренда, анар шоу, консерты, алу пару. Среди гостей праздника были известные певцы Вадим Захаров, Халида Николаева. Также выступили фольклорные кряшинские коллективы «Урагай», «Женьгещей», «Карендашлер». Если взрослое население больше смотрело концерт, то детям полюбилась игровая площадка. У меня здесь живет бабушка с дедушкой, я сюда приезжаю в гости, ну, помогать там и возиться с детьми помочь. Вот, в этом роде помогаю. Ну вот, сейчас, сегодня праздник, вот мы тоже решили сюда приехать, на такой праздник, так скажем. Вот. Нравится? Да, все нравится. Площадка, на которой проводится праздник, благоустраивается на средства самообложения. В этом году здесь появилась спортивная, детская площадки. Для Майдана соорудили сцену, двухъярусные скамейки для зрителей и поставили забор. Во все эти работы вложили 700 тысяч рублей. Кроме того, планируется сделать тротуары, лестницу, ведущую к роднику и скамейки. В будущем это место станет популярной площадкой для активного отдыха и проведения массовых праздников, уверены юкачинцы. Лилиана Зайдулина, Фаузия Нургалимова, Тимур Мухаммедханов и Лизан Нургалеева. Новости Татарстана.